Все это ручки, все это выломаны. Это же все это было в нормальном, хорошем состоянии. Стекло тоже сейчас просто забили деревяшкой. Тоже стекла не было, вот оно опуще, мы уже сами подняли стекло и вот укрепили деревяшечкой. Пушки, самолеты, дракторы и автомобили, которые прошли по фронтовым дорогам Великой Отечественной, не выдержали человеческого безразличия. Музей под открытым небом – излюбленное место горожан. Сюда приходят с семьями, проводят экскурсии для школьников и студентов. Особенно здесь многолюдно в праздничные дни. По традиции мемориальный комплекс «Алют Победы» после парада 9 мая стал местом притяжения для жителей и гостей города Оренбурга. В этом году его посетили свыше 5000 человек. Дети с радостью оккупировали технику. Но такой интерес к истории обернулся для мемориального комплекса большим ущербом. Например, на этом кукурузники, которые за два дня до праздника отреставрировали, порвали облицовку крыльев. Выбитые стекла на тракторах К-700, Т-100 и автомобиле «Урал». А также сломанные крепежи капотов машины и разорванные сиденья. Гости комплекса в буквальном смысле применяли силу, чтобы ощутить себя в роли водителя и машинистов. Или же сделать фотографию на память. И это лишь малая часть. Сотрудники музейного объекта подсчитывают убытки. Это выливается в том, что здесь огромные трудозатраты. В материальном смысле. Это нужно приобретать новые запчасти, их реставрировать, шпаклевать, красить, стекла вырезать. Это, конечно, определенные затраты. На реставрацию одной техники потребуется десятки тысяч рублей. Финансирование идет за счет спонсоров. Поэтому назвать точные сроки ремонтных и реставрационных работ в музейном комплексе не берутся. В свою очередь сотрудники охраны признаются. Пока дети играли на экспонатах, их родители находились рядом и не делали им замечания. Их не останавливали ни предупреждающие таблички, ни замечания полиции. Такая увлеченность истории может привести к травмам. Дети забираются на экспонаты, не подозревая, что могут упасть и получить переломы и ушибы. Так, два года назад, рассказывают сотрудники музея, ребенок упал с этого санитарного паровоза и сломал руку. Парк «Салют Победы» – наглядное историческое пособие, которое рассказывает о важных сражениях, битвах и трудовом подвиге Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс открыли в 2005 году. Здесь хранятся настоящие образцы оружия, промышленного оборудования и техники, которые прошли по фронтовым дорогам. Стоит отметить, что эти предметы очень уникальны тем, что они несут дух того времени военного. Это память о тех подвигах, которые совершили наши дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки. И они бесценны на самом деле, потому что в музее строился методом народной стройки, все экспонаты подарены. Военную технику для экспозиции поставляли из воинских частей Самары, Пензенской, Челябинской и Оренбургской областей. Таких уникальных выставочных комплексов в нашей стране не больше десяти. Сохранить их сегодня стало еще сложнее. Так, каждый год «Салют Победы» восстанавливают после майских гуляний. За такой интерес к истории можно понести уголовное наказание – лишение свободы сроком до трех месяцев или штраф до 40 тысяч рублей. Но сначала нужно найти виноватого из пяти тысяч гостей парка. Для Рабусева Семен Воробьев, Новости дня.